Продолжение следует... Праздник, наверное, но и праздник у нашей программы, так как прекрасный пол не всегда удостаивает нас чести своим присутствием. И сегодня, как говорится, именно по этой теме у нас и праздник. У меня сегодня прекрасная гостья, с которой есть о чем поговорить, есть что узнать, есть о чем рассказать вам. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, маленький сюжет о ней. Смотрим! Юлия Древо – одна из самых очаровательных певиц города Бельси. Хоть и не исполняет песен личного сочинения, ярко исполняет кавера, полностью передавая атмосферу песни, иногда даже голос певицы. Но, как и настоящий творец, вносит свои личные нотки, так что любой кавер в ее исполнении звучит по-своему неповторимо. В отличие от многих певиц города, собралась свой личный живой коллектив, где поистине была лидером. Сегодня у меня в гостях, прекрасная и всем хорошо известная в нашем городе, Юлия Древо. Юлия, здравствуйте! Доброе утро! Спасибо, что удостоили нас честью своего присутствия. Доброе утро! Итак, мы не нарушаем традиции нашей программы и каждую нашу беседу мы начинаем с того, с чего все начиналось, с чего начинался ваш творческий путь и почему вы решили встать на такую скользкую, терновую дорогу, как творчество и тем более вокальное творчество. Ну, началось все очень довольно-таки так давно, прям можно сказать конкретно с третьего класса, наверное, это в возрасте 9-10 лет, 9 лет. Ну, в общем, как обычно в школах проводятся творческие всякие вечера, концерты, ищут детей по классам таланты, кто поет, кто рисует, кто танцует. И зашел педагог Софья Михайловна, у нас известная в городе, она преподает музыку в 16-й школе на данный момент. Она тогда в 7-й школе преподавала. Зашла к нам в класс и говорит, поющие детки есть. Ну, естественно, преподаватель наш говорит, вот девочка, говорит, Юля сидит, и я такая малюсенькая там за последней партой. Говорит, вот она вроде как поет. Говорит, что я там слышала, у нее есть там какие-то данные. Говорит, ну, давайте мы ее прослушаем. И спела я ей в кабинетике отдельно, как сейчас помню, таким баском. Валерия на тот момент была популярная, она исполняла романсы «День и ночь». И я так встала на стульчик, у меня плохо видно было. И баском этим запела. Софья Михайловна была в шоке, она говорит, как, мама не знает, что ты поешь. Я говорю, да у нас как бы мама творческая, ну, она тоже в молодости в КВН участвовала, пела. Ну, особо внимания мне в этом плане не уделялось. Пою я там или танцую. Ну, да, извиняюсь, что перебью. Вот наши родители, которые тоже занимаются творчеством, ну, тем более как. Ваша мама ее знает хорошо, есть борт, я лично очень, Вера Николаевна. Они не хотят, чтобы их дети занимались творчеством. Можно знать, насколько это тяжело. Извиняюсь, что перебью, такая маленькая ремарочка была. И что, что, что? В общем, спела я этот романс в школе. Прошло какое-то время, забыли про это. В общем, думала, что это не мое. В 14 лет, естественно, у меня появился кумир. Она остается кумиром по сей день моим. Я вчера буквально пересматривала ее концерты и клипы. Я некоторые песни слушаю, плачу. Ну, очень мне нравится «Зимфира». Ох, ну это же прямо такой вот опыт. Ее этот альбом первый прям такой, прям, ну, супер, прям восторг вызвал у меня. И когда я спела ее песню, первая была «Почему?», хит ее. Моя подруга меня услышала и говорит, слушай, у тебя голос один в один. Говорит, может, это... Говорит, есть же в городе у нас конкурс какой-то, звездочка называется. Говорит, может, ты попробуешь? В общем, настаивала, она все приходила ко мне домой. Вера Николаевна, ну, давайте попробуем. Ну, поет она прям, ну, как она, прям, ну, попробуем. В общем, мы решили, и вышла я на звездочку с этой песней. Почему? В то время фонограмму тяжело было достать. Писали мы клавишами. Даже не помню, кто первую фонограмму мне написал. Помню, что вторую на финал с песней «До свидания» мне прописал гитару Лейбов. Олег. Фонограмма пропала, до сих пор не знаю, где она была. Очень классная, потому что не с интернета, а все было настоящее. Заняла я первое место. И с тех пор в музыкальном нашем городе, в музыкальном мире, меня прозвали Зинфира, Зема. Ну, то, как называла. До сих пор у некоторых музыкантов я так и в телефоне записана. Это был толчок. Ее песни я знала наизусть и манерно исполняла, поэтому думала, что никогда не смогу петь другие направления. Например, рок-песни, хотя выросла я тоже в доме у меня. Мой папа, он поклонник рок-музыки, ему нравится. Музыка, в принципе, это тоже рок? Да, но я имею в виду, что иностранный. Вот квины, самые популярные. У нас были пластинки дома, у меня папа прям, я засыпала с наушниками. Ну, мы прям росли на хорошем музыке. Да, да, поэтому решила я Олег Юрьевич Аникин, тоже известный человек. Мы, можно сказать, уже за несколько минут нашей программы перечислили очень самые яркие имена нашего города. Легендарные, можно сказать. Просто легенды. Он, слушай, мне на звездочке говорит, малая. Вот у него есть такой его внутренний жаргон. Давай заскули пару песен таких простых, говорит, каких-нибудь. Заскули. Вот это слово заскули. Сейчас я смеюсь над этим. Но оказалось, что впоследствии он стал моим, можно сказать, крестным папой в музыкальном мире, в городе. У нас в плане моей уже как бы устоявшейся такой конкретной работы. Так как я пою на свадьбах, не только вокал преподаю, прежде всего я пела на свадьбах. И вот он меня открыл в этой сфере. Он научил меня петь. Он меня избавил от этой манерности петь так, как Земфиров все песни абсолютно подадут к ребенку. Это было не очень. Поэтому я старалась. И со временем, да, я стала петь все, включая молдавскую музыку. Популари, как говорят. Несмотря на то, что я русскоязычная. И очень много людей, которые совершенно не относятся к русскими. Русские не знают. Они поражались. Как так я пою на молдавском с мелизмами? Как полагается, а не говорю на этом языке? Это вот такая особенность нашей страны, наверное, о том, что рано или поздно, если человек начинает заниматься творчеством, и он хочет дальше в этом творчестве. Он должен освоить молдавский язык. Он должен петь хотя бы. Культуру, да, вот эту вот музыку. Ну, давайте, прежде чем мы продолжим наш разговор, ну, небольшое ваше выступление, которое мы нашли в интернете, покажем нашим зрителям. Смотрим. 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 Пинк. Смотрим. 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 сложности я да я люблю потому что на них учишься ты ошибки свои слышишь ты пытаешься их как-то изменить перескочите не люблю когда легко дается наверно еще по знаку зяка как козерог мы трудоголики нам просто так все не дает отдал нужно стараться через слезы через разочарование какие-то переступать но зато потом получится какой-то может хотя бы золотое обрамление игре бриллиант я почему задал этот вопрос то есть чаще всего он может быть в сферу своей какой-то деятельности следя за молдова за нашли бельскими так что подчеркнул бы артистами я чаще всего вас видел в составе живых коллективов в плане того что на на большой сцене на каких-то вот сэшенах и чаще всего вот допустим даже перед тем как мы продолжим разговор маленькая маленькая такая вставочка музыкальная по моему это 2013 год вы выступали с группой monkey блюз на день города давайте посмотрим кусочек Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что не всегда в группе хочется иметь жанинский голос. Ну что я так красиво? И не всегда девушки, которые поют, умеют петь, сходятся именно с живым коллективом и могут исполнить примерно хотя бы такие же композиции. В принципе, можно сказать, что это ракешник. Но хочу заметить, что до 2013 года «Манки Блюз» я выступила первый раз с живым оркестром, с барбулутарами «Фоллбэнд» в 2012 году. Михаил Верховецкий попросил выступить с ними. Они сделали калаш небольшой, состоящий из молдавской музыки, которая пересекалась с ретро-иностранной музыкой. То есть «Глория Гейнер» и тому подобное. Там моя задача была исполнить именно иностранную часть. Я с ними спела, походила пару репетиций. Мне всегда этого хотелось с живой музыкой. Вот оттуда я поняла, что мне нравится больше с живым оркестром, нежели просто петь с фонограммой, которая уже электронная, скаченная. И когда прошел этот концерт, у меня наступила некая такая апатия. Мне стало неинтересно петь с компьютером. Неинтересно. Я искала вариант, смогу ли я вот как-то где-то. Подвернулся вариант, сколотить такую группу для себя. Возможно, это было мое хобби, увлечение. Потому что у меня была основная работа. На тот момент еще не было детей, которые у меня занимались. Но была основная работа – это свадьба. Это нормально, как бы не постыдно. Это все этим занимаются. Это было мое увлечение. Это группа, которая впоследствии стала называться… Это «Манки Блюз» – это был пробный вариант. Впоследствии мы решили сделать то, что есть в Кишнюю, но нет у нас в городе. То есть бэнд, который играл ретро-хиты. Исполнял, может быть, некоторый… Блэк Кэт, да? Да, кавер-бэнд, да, Блэк Кэт. Многие музыканты в городе нас почему-то рассматривали как конкурентов. Не знаю, почему я этого никогда не… Я так никогда не считала, потому что, опять же, говорю, что я этим просто увлекалась для собственного саморазвития. Мне не надо было с кем-то соревноваться, а меня туда возьмут. А я вот там… Я не хотела пиариться, я это не люблю. Некоторые члены нашей группы, я не буду сейчас перечислять и говорить, это будет некрасиво, хотели какой-то звездности вот этой вот искусственной. Мне это не нужно было. Ну, может быть, есть такое, знаете, выражение «Солдат, который не мечтает стать генералом, плохой солдат». Может быть, музыкант, который не хочет, чтобы… Может быть, да. Я просто хотела себя попробовать. И я скажу так, что это мне помогло, я многому чему научилась. Во-первых, в каком-то моральном, в духовном смысле я для себя многое что взяла и сделала выводы во многих отношениях. Я стала сильнее, морально сильнее. Ну, этому есть причина. Вы знаете, что когда ты выступаешь с одним музыкантом, который тебя включает и выключает в фонограмму, это одно. Но когда появляется свой коллектив, это все по своему опыту уже 15 лет в группе ЧМД. Вообще, ну, то есть составов сменилось столько, и не все, то есть найти общий язык с людьми – это просто не… Важно сказать, вот вы сказали, что девушка в группе – это красиво, да. Но побывав в группе, где одни мужчины, я одна девушка, и я себя почувствовала мужчиной. Вот. И, как говорится, с кем поведешься, а ты навредишься. С волками жить, поволчевыть. Поволчевыть, да. Поэтому я поняла, что вот, например, мне сначала это нравилось, я себя почувствовала сильной. Ну, во-первых, потому что я пришла в группу, меня уже многие люди знали, и, соответственно, заказы появились. То есть нас захотели слышать в клубе, на каких-то открытиях, на благотворительных концертах. Я всегда с удовольствием, пожалуйста. Потом стала надедать, хочется все-таки женщина… Хочет блистать. Да, она хочет блистать и чувствовать себя слабой. Надоело тянуть. Мне было комфортно, очень комфортно, и по седине общаюсь, работать с Колей Николай Воронов, гитарист. Очень талантливый парень. Музыкант от Бога. Вообще он очень много выручает меня, и с девочками, моими вокалистками. Он много раз выступал. Талантливый, талантливый, но этого недостаточно, но очень талантливый Санду Костя, клавишник, обалденный. С ним очень легко работать. Это ребята, с которыми было легко работать, но не хватало инициативы. Ну, так всегда, знаете… Жаль. Я часто даже в своем коллективе встречался с тем, что действительно лидер, кто больше всего этого хочет, тот и тянет это все. Да. А самим умеет играть, но остальное все. Вдруг упадет с неба, называется. Да, да, а вдруг, еще немножко, давайте вот через буквально пару дней, мы уже на первые дни будем. Да, да, да. Прежде чем продолжим разговор, Black Cat, небольшое выступление. Смотрим. Поддержите наших молодоженов, но наших. Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу свадеб, я бы хотел вернуться к этому вопросу. Наши… Многие гости, которые были у меня в программе, говорили, то есть мы поднимали эту тему о том, что сейчас в нашей стране, это и лично мой опыт, и лично мое знание, нет такого понятия, как шоу-бизнес. То есть нет такого понятия, как музыкальное движение. Ничего этого нет. Может быть, когда-то оно было в зародыши, но его сразу, извините за выражение, сделали аборт. Ну, аборт сделали, все, и больше этого нету. К сожалению, в Молдове просто это отсутствует, не существует. Но есть такое движение, как выступление на свадьбах. Потому что действительно есть деньги, извините за выражение, есть зритель. Да, какой-нибудь какой-то зритель. И на каждой свадьбе мы найдется адекватная публика. Я вам скажу, есть и плюс, и минус. Плюс в том, что все-таки, давайте сразу материальный плюс. В нашей стране это не то, что первое, это нулевое, это основное, потому что… Да, это основное, потому что… Фундамент, я бы сказал, извините, что я перейдил. Да, это материальный плюс, потому что вы знаете сами, что официальные работы и в культуре в том числе, в первую очередь, очень низкие зарплаты. Ну, 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 всегда культура была директором. Да, она еще… Просто название культура. К сожалению, тоже превращается не пойми во что. Я проработала в культуре. Сейчас я могу смело сказать, что далеко не все так чисто и несправедливо. Потому что… Здравствуйте, это прачечная, фигачечная дом культуры. Да, да, да. Вот, очень много талантливых детей на корме душат, потому что хотят своих детей засунуть. Я не буду говорить фамилии тот, кто сейчас это будет смотреть, он знает о ком я говорю. Сейчас буквально полмолдовы кто-то посмотрит и сразу за себя подумают. За себя подумают, но в городе у нас есть конкретные личности, которые прямо в открытую это говорят и не стесняются. Но минус в том, что, конечно, ты делаешь только то, что нравится людям, и творчески не можешь… А людям нравится легкость. Нет. То есть, значит, ты творчески не можешь самореализоваться, что-то новенькое внести. А если хочешь внести или пытаешься, это не всегда удачно проходит. То есть, креатив на свадьбах, в музыке, особенно редко приветствуется, да. Людям нужна доступная публика, в основном, гуляет, чтобы отдохнуть, а не вдуматься. Это не симфонический концерт какой-то там, театр большой или что, куда приходишь, там подумать, порассуждать, там смотришь какие-то новые идеи. На свадьбу люди приходят оторваться. Поэтому нужна уже известная доступная программа, чтобы не париться. Да, да, да. Не надо нам ведь бездоп-шиздоп кукушер давать. Зачем? Видели ночь, и все отлично, все нормально. Да, да, да. Мы это прошли. Поэтому творчески, конечно, не развиваешься. Ну, хотя мы внутри коллектива, в каждом, наверное, в каждом коллективе это есть, кто на свадьбах работает. Например, я говорю за свой коллектив со встречи, с рестораном встречи. Там я, Коля Ревенко, Эдуард Центю, Юра Пынтья, Стас. Вот мы, когда... Еще пару фамилий таких накидали. Вы знаменитых в нашем городе. Да, но я с Коля Ревенко начинала работать, когда-то у меня вот в ресторане. Эдуард Центю тоже был у нас в программе, он очень... Ну, в общем, можно перечислять очень много. Да, он тоже с нами, кстати, в ковербенде пару раз выступал. Была необходимость в духовом инструменте, поэтому там группа Ленинград, без этого просто... Жаль, что матом нельзя было петь, хотя хотелось бы многое выразить. Я думаю, что каждый раз, выходя на любую молдавскую сцену, так и хочется петь какую-нибудь песню Ленинград. Особенно вот скоро 18-й год, скоро, не знаю, уже... Я думаю, что одна песня группы Ленинград будет просто вот именно на слуху всех выбрать. Да у них, вы знаете, вот реальные, реальные тексты о реальной жизни очень нравятся. Как сказал, по-моему, продюсер вот Валерии, вот даже, в боже памяти, как же его зовут-то, господи, ее муж она временна. Пригожин. Пригожин, да, говорит, давайте на следующее Евровидение пошлем Шнура. Он-то не выиграет, зато скажет всем, куда идти. Все, что нужно, да и как. Вот скажите, можно ли сказать о том, что вот, насколько я знаю, если я не прав, то есть вы меня перебьете, что в основном вы поете каверы, чужие песни. Да, да. И времени для своих просто из-за потоковости не остается или же все-таки есть что-то именно свое? Своё, нет, не буду грешить, не буду врать, никогда не пыталась писать. Моя мама писала стихи. Вера Николаевна очень много сыграла в моей судьбе. Она очень много, во многом мне помогла, в том числе она помогла нашей группе Black Cat попасть на телевидение в военной песне, на тематику войны, Второй мировой военной песни с вальсом. Мы сейчас к этому вернемся. Да. Это все ее заслуга, ее работа. Она писала мне тексты. В то время за неимением средств материальных не буду стесняться. Не могли мы себе позволить написать песню. У меня таланта писать музыку нет. И не буду в это лезть, не люблю вообще людей, которые не умеют что-то делать, пытаются себя бить в грудь и кричать «Я суперстар». Не нравится мне это. А если уж исполнять песню свою, дать это руки профессионалам, хочется, чтобы это было что-то очень конкретное, крутое. Одна, пусть будет одна, но классная. Опять же, на это нужно много средств. А так как я, помимо того, что пою, увлекаюсь чем-то, я еще воспитываю ребенка, я все даю ей. Мне просто не до этого было. Мне нравится наблюдать за чем-то творчеством. Мне нравится, когда люди, ну да, пытаются, но пытаются, но не нагло о себе кричат, опять же говорю. Мне не нравится, когда бедри себя провозглашают звездами. Не буду называть фамилии, но действительно в нашей стране очень есть такое, не только у нас, вообще, думаю, на постсоветском пространстве. То есть, я вам нещий бань лабузунар, и не важно, умею ли я петь, не важно, что, главное, кто мой папа. Компьютер все почистит. Абсолютно. Еще и мой папа, начальник таможни где-нибудь там, в скулянах, сакирянах. И все отлично. И жизнь прекрасна. Очень много таких. И в городе у нас тоже много таких. И сейчас вот говорю, и знаю, что те, кто будет смотреть, знают, о ком я говорю, потому что они лично знают мое мнение. Очень много дешевого пиара. От него, честно, меня тошнит. Как тошнит, когда я диету соблюдаю. Это самое обидное. Но вернемся к вечному. Мы с вами вместе принимали участие в проекте одного замечательного журналиста, вообще монстра творческой деятельности Константина Старыша «Переправа». Да. Где вы исполнили одну песню. Случайный вальс. Да, песню времен войны. Причем, я хочу сказать, это тоже кавер, но это ваш кавер. Чем мне нравится передача Старыша и участвовать в них? В тем, что он дает возможность для самореализации, для своего творчества. Мы в первый раз участвовали в Высоцком. Он говорит, забудьте про музыку, вот вам слова. Делайте свой кавер. В Пушкине, вот вам выберите любое стихотворение, сделайте по-своему. И здесь также просили соблюсти определенную основу, но при этом сделайте что-то свое. У вас получилось просто обалденно. Честно, мне был горд о том, что две группы были, то есть мы, конечно же, и вы попали в этот проект. И причем, я слышал даже от своих друзей из Приднестровья, из группы Лонг, которая также принимала участие в этом проекте. Очень хорошие отзывы. Каково вам было участвовать? И все-таки Вторая мировая война, Великое Отечественное. То есть Вторая мировая мы это ставим для западных критиков, они ее так называют. Для нас это Великая Отечественная война. Все-таки это очень такая тонкая, сложная тема. И не всегда многие ее правильно преподносят. У вас же это хорошо получилось. Каково было работать и довольны ли вы результатом? Честно скажу, даже если песня будет в любой тематике, пусть она касается войны, еще чего-то, не знаю. Я каждую песню люблю пропускать через себя. В некоторых песнях у меня ком в горле. Я могу расплакаться, я должна долго собраться, чтобы спеть ее. Но не люблю петь как робот. Мне было интересно что-то вот внести такое, чтобы каждую срочку я себе представляла просто себя в этой ситуации. Вот это интересно, прожить, как это. Ведь в то страшное время, в Великое Отечественное войне, тоже была любовь. Люди тоже жили, мечтали, хотели. Они же не думали, что вот так вот случится. У них тоже были планы на жизнь, у них тоже дети. И я вот через себя это все пропускала. Так как уже у меня тоже есть свой ребенок. И представляла, как это больно потерять что-то близкое, родное. Так как ты переживаешь, как она просто болеет. А тут такая страшная вот история, вот это вот все. И даже исполняя песню со своей ученицей «Дети войны». Тоже в последний момент мы решили, что я выйду с ней петь эту песню. Хотя она одна должна была. Собиралась я неделю. Я даже на сцене стояла уже, когда сам конкурс происходил. Я боялась расплакаться. У меня стали трястись колени, руки. Потому что я это все пропускаю через себя. Это нехорошо для здоровья, но зато это творческие. Просто со стороны звучит обалденно. И вот мне понравилось работать с командой старшей, с ребятами, которые снимали. Со стилистом, с издажистом, с женщиной. Там с нами просто очень красиво, хорошо обращались. Доступно объяснили, что от нас требуется. Как я должна повернуться. Что я должна представить. Глазами уйти туда. Глазами уйти. Это было так классно. Огромный контраст с нашими Бельскими. Огромный. И вы знаете, при всей этой огромной работе, при всем этом красивом результате, не было никаких сложностей. Люди не придумывают сложности на ровном месте. Никакого кипиша, никакой паники, никаких там закручиваний, накручиваний. Вот этого нагнетения, интриги, вот это вот, да, вот ты не чувствуешь себя в чем-то ущемленный, потому что ты сам приехал не из того города, там, ты Бельский или еще. Тебя принимали так, как будто бы ты свой, как все нормальные люди. Вот это огромный. Как будто уже тысячу раз работали. Огромный плюс, огромный пункт, прям зеленая такая галочка. Это действительно подтверждение ваших слов, вот мы три раза участвовали и три раза, вот, контраст между Бельским отношением. Здесь у нас чаще всего, особенно, я думаю, что, может быть, вы подтвердите, может быть, нет, особенно, когда еще были возможности выступать бельчанам в живыми коллективами на центральной площади. То есть, сперва выступают бельчане, потом уже гости. Какое отношение было там, ну, давай уже быстрее, давай, гиди к тебе. Да, 20 минут, что тебе там, что тебе не хватит, да ладно, все, давай, давай, эту песню режем. Неуважение, да, неуважение к тому, что делают твои же коренные жители, что они умеют, почему не дают шанс показать, почему, вот, вот в этом плане обидно, что нашим бельским вот так на, ну, вот, может, на, отмазаться, спой, а Кишиневским могут проплатить, они же звезды, потому что это Кишинев. Ну, мы не хуже, не хуже. И приезжая в Кишинев, там такое же отношение, ну, а к вам же свои же так относятся, да, на чем мы не можем. Вот как, да, как изначально говорится, как мать своего ребенка воспринимает, так потом к ребенку будет относиться окружающий мир. Вот так и у нас в культуре происходит, это очень-очень обидно. Такое же спокойствие я увидела, когда, я не афишировала нигде, когда ездила, опять же, вот пиар, вот о чем говорится. Когда в 20 лет я попала в Москву и ездила на студию записывать саундтрек-фильму «Новая земля Таранова» с Глебом Матвейчуком, он являлся композитором, сейчас очень известная личность. А я должна была быть исполнителем на студию. Это такой огромный проект, там такие известные актеры снимались. Ингеборги Дабкунайте. Простите, не могу выговорить ее сразу, не знаю. Прибалтийские фамилии, часто много не выговаривают. Там такие известные фамилии. Я записывалась на студии, где Лепс записывался, где Лолита, где... Опять же, все спокойно, без кипиша, без нагнетения обстановки, все очень тихо. За один день все сделали. Они удивились, они были в шоке, почему я так быстро записалась. Говорят, как так? Ты все? Ты, может, ты устала? Я говорю, вы знаете, у нас на свадьбах по 9-10 часов поют. Они говорят, вы сумасшедшие, вы себя не любите, что ли? Я говорю, у нас так. И опять же, нигде не афишировала. Но мне так понравилось там работать. Так легко, непринужденно. Но по глупости не осталось. Просто по глупости. 20 лет, ну, не у всех мозг в этот возраст срабатывает. И что, вот еще раз, вот, все-таки вернусь чуть-чуть обратно. О том, что, когда кто-то ездит и попадает в какие-то, допустим, студии, концерты, с людьми общается, которых многие знают. И многие возвращают сюда. Я был, да, ну, хорошо. Но часто видел таких товарищей, которые говорят, я был, значит, там Лепзов, там Лепзов. И я вот в тот же микрофон, понимаешь, пел. А я им отвечал, говорю, слушай, а я вот сидел за одним столом пива, пил с группой Троль Гнёт Ель. А кто это? Говорю, видишь? Вот так вот. Говорю, ты не знаешь, кто это. А я знаю, кто это. Ну, кстати, Троль Гнёт Ель, очень интересная группа. Фолк-группа российской эстрады. Ну что ж, время нашей программы, к сожалению, ограничено. Жаль, что мы не можем выходить просто вот именно сутками вещать. Ну и в завершении, планы на будущее. Чем вы нас еще будете радовать? Я, значит, так, в общем, так сложилась жизнь, что сейчас я покидаю страну. Но оставила своему коллеге, Сергею Михайловскому, очень талантливому парню, учениц своих. Вдобавок к его ученицам. Они очень талантливые девочки. Очень хотелось бы, чтобы наша культура услышала о них побольше. У девочек, они, опять же, не фишируют много гран-при, много конкурсов за плечами. Действительно, очень талантливые дети. Я все-таки надеюсь, что дальше он их продвинет. Я буду как могу с другой стороны как-нибудь с ними связываться. Я надеюсь, что я не оставлю музыку. Все-таки я с этим родилась. Это не только увлечение, это моя болезнь. Это вот не знаю, как... Это моя пища. Я буду надеяться, что я все равно буду музыкально развиваться. Давайте сделаем так. Я думаю, что это будет такой маленький эксклюзив специально для нашей программы. Мы не будем говорить, куда вы уезжаете, в какую страну вы уезжаете. В некоторое время, так как я сам знаю по себе, что мы творческие люди, так или иначе, рано или поздно мы споем. Я прошу вас сделать следующую вещь. Когда вы уже немножко освоитесь, снимите видео, простое видео на языке той страны, в которую вы уехали. И мы это покажем в нашей программе. Окей, без проблем вообще. Все, договорились. Это будет маленький эксклюзив от Юлии Дребот для программы Бункер. Ну что ж, друзья, это была программа Бункер, которую мы снимаем на студии Marula Production. И которая выходит на телеканале БТВ. Сегодня у нас в гостях была Юлия Дребот. Большое вам спасибо. Да. Вам удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо большое. На новом месте, так сказать. Взаимно. Ну а мы с вами прощаемся. И в конце нашей программы мы посмотрим тот клип, о котором мы говорили. И послушаем ту песню, случайный вальс в исполнении Юлии Дребот и... Да-да-да-да, заговорился. Экс-группа кавер. Да, экс-кавер-бенда под названием Black Cat. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Пока. Пока-пока. Ночь коротка, спят облака, И лежит у меня на ладони Незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, И услышав мелодию вальса, И я сюда загляну на часок, Хоть я с вами совсем не знаком. И далеко отсюда мой дом, И я как будто бы снова Возле дома родного, В этом зале пустом мы танцуем вдвоём. Так скажите хоть слово, Сам не знаю о чём. Будем дружить, Петь и кружить, И я совсем танцевать разучилась, И я прошу вас меня извинить. Утро зовёт, Снова в поход, Покидая ваш маленький город, И я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами почти незнаком, И далёко отсюда мой дом. И я как будто бы снова Возле дома родного, В этом зале пустом мы танцуем вдвоём. Так скажите хоть слово, Сам не знаю о чём. Хоть я с вами совсем не знаком, И далёко отсюда мой дом. И я как будто бы снова Возле дома родного, В этом зале пустом мы танцуем вдвоём. Так скажите хоть слово, Сам не знаю о чём. 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 Продолжение следует...